При строительстве набережной Саратова были выявлены многочисленные нарушения. Сотрудники бюро судебных экспертиз провели исследования сметной документации объекта и выявили недостачу на сумму более 36 миллионов рублей. Так, экспертизой установлено, что объемы работы за наценки на пескоструйную обработку металлов были завышены на 28 миллионов. Само же качество новой набережной специалисты с трудом могут назвать удовлетворительным. Даже песочный слой сооружения был утрамбован с нарушениями. Между бетоном и асфальтом обнаружены пустоты высотой до 20 сантиметров. Бетон, использованный при строительстве, оказался почти на 2,5 миллиона рублей дешевле и хуже по качеству, чем в смете. Отсюда и многочисленные провалы и трещины, образовавшиеся после сдачи объекта. Кроме того, вместо щебня, говорят эксперты, отсыпали набережную преимущественно обычным песком. По отсутствующему там щебню. Представляете, наверное, автомобили, которыми щебня перевозится. Нарвезы называют «тонар». Так вот, этот самый огромный автомобиль, он везет порядка 30 кубометров щебня. То есть, грубо говоря, более 100 таких автомобилей туда не доехали. Вот, со щебнем. Привезли они что-то другое, песок, грунт. Специалисты говорят, что это только малая часть нарушений. Для экспертизы им были предоставлены не все документы. Если бы они обладали информацией в полном объеме, можно было бы говорить о более крупных суммах недостачи по сметам. Напомню, возведением новой набережной занималась подрядная организация «Саратов Гестрой». Летом этого года решением арбитражного суда компания была признана банкротом.